уважаемые зрители и подписчики канала пациентка сиопея меня зовут максим броневский я основатель канала пациентка сиопея и небольшая но очень важная напоминалка лично от меня если вы еще не подписались на наш канал то подпишитесь так же если вам понравилось это видео то не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий таким образом youtube будет продвигать наш канал также не забудьте поддерживать канал даром по сердцу так как это очень важное развитие канала все возможные способы для поддержки канала смотрите в описании и закрепленном комментарии под этим видео но это же про то что мы же сами выбираем это мы же сами выбираем какой какой решетки мы прицепимся какой решетки мы прицепимся да точно также про про войну про мир точно также про болезни точно также могу себе позволить не могу себе позволить это просто выбор это выбор состояния получается здесь как смотри выбирая и взаимодействуя с миром, мы постоянно отдаем энергии то сатурнианцам, то и эпитерианцам, грубо говоря. Правильно я понимаю? Да. Но с одной стороны да, но с другой стороны ты не можешь отдать это кому-то. Ты отдаешь всего 20% в решетке. Если ты не находишься внутри себя вниманием, то ты раздаешь. Это да. Это да. Я вот прям говорю да. Так и есть. Но если ты вниманием внутри себя, внутри себе, внутри своем канале, в своем вот этом золотом пути, то я тебя уверяю. В матричной решетке деструктивного или конструктивного ты все равно будешь отдавать энергию, потому что это над тобой есть матрица. это все равно будет, но это будет уже другой объем энергии и другой формат энергии. Например, я ехала в поезде, и поезд мне не нравится. Я могу возмущаться, могу сказать, ну-ка я сейчас это трансформирую. Что здесь здесь есть прекрасного. И я трансформирую эту энергию. И что я получаю в итоге? Подходит проводница и говорит, вы знаете, я вас хочу чаем угостить. это из реальной жизни, да? Ну вот, ночью. Понятно. А до этого мы зашли в Питер. А может, Наталья, еще знаешь, как я, я как иногда делаю, допустим, ты оказался в каком-то ужасном месте, ну опять-таки, там временно. Вот. Но ты, допустим, можешь осознать, что, допустим, так как ценен каждый момент жизни, то оценить это как типа позитив. О, блин, вот оказался, может, никогда не окажешься больше, надо получить удовольствие. Конечно. И вот мне очень нравится вот эта трансформация, да? Я сама меняю пространство. Буквально два дня назад мы зашли... Это получается как раз задавки творца, который сам себе выстраивает, да? Конечно, конечно. мы зашли два дня назад пообедать в кафе. Такое в подворотне, там, значит, дом весь такой обшарпанный, ну прям ужас, ужас. Заходим в кафе. Я говорю, стоим перед входом. Я говорю, пусть это кафе будет сегодня самым лучшим. Я хочу здесь прям получить максимум удовольствия. Вот прям хочу расслабиться. Мы заходим. Слушай, ну дом обшарпанный, ну вообще прям обшарпанный. Мы заходим в это кафе, а там просто рай. Там просто рай. Там арт-объект такой, там, ну просто какие-то картины, какие-то там, ну мы еще там пошаманили чуть-чуть. Подходит молодой человек. И, значит, принимает он грустный, что-то там такое. Я говорю, боже мой, как у вас здесь красиво, как у вас здесь прекрасно. Это прям вообще за целый день это лучшее место, куда вот можно зайти и посмотреть на вот эти картины. Ну что-то там такое говорю, и все там, мы тоже восхищаемся. Парень расцветает, расцветает, в итоге мы получаем подарок от заведения, десерт. Бесплатно. Ну, понятно, да. Ну, могло быть по-другому. То есть, я к тому же... Короче, получается, управление пространства не зависит. Осознавая вот эти все нюансы, мы влияем на событийные ряды. Конечно. Постоянно. Конечно. Однозначно. И как сложится это для нас все. Да. Да. То есть, я любую свою эмоцию недовольства могу трансформировать. И сейчас это очень быстро. То есть, если я недовольна чем-то, я могу это перестроить таким образом, что я перескакиваю деструктивную решетку и попадаю автоматом в конструктивную. Но я должна это сделать сознательно. Вот я что пытаюсь объяснить. То есть, я могу закрепиться, как все плохо, и это будет деструктивное. Но я могу через нее пройти, осознав, да, мне не нравится, что мне не нравится, что я здесь поправлю. Хопс, я перешла уже в конструктивную. Я тогда уже в епатерианской системе и в епатерианской системе чем прекрасно, чем, например, 4D прекрасно, тем, что ты можешь творить, ты можешь создавать. Еще случай из Питера. Вчера. Ты имеешь в виду, что в епатерианской системе, когда ты уже постоянно действуешь, вот так вот умеешь трансформироваться, то, по сути, ты больше и больше всего выходишь в состояние Творца, который управляет событийными рядами. Быстрее. Легче и быстрее. Я вчера позвонила в отель, у нас номер до 12 часов, нам надо было освободить отель. Я позвонила в отель, говорю, слушайте, я хочу продлить номер, потому что мы поздно уедем, ну, что нам, где нам? Они говорят, ой, вы знаете, наверное, нет, программа зависла, мы вряд ли вам сможем продлить, но, по-моему, номер ваш уже зарезервирован. Я говорю, ну, давайте, вы там, программа отвиснет, вы мне позвоните. А я сама сижу, знаешь, я хочу тут еще остаться. У меня поезд в час ночи, я хочу до часу ночи провести здесь время. Раздается звонок. Говорит, вы знаете, мы перепутали, номер свободен. Я говорю, мне за сутки заплатить? Она говорит, нет, за половину. равноценный обмен. Ну, да, 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 я понял. Понимаешь? То есть, что я делаю? Я могу страдать, искать выход, и тогда я закрепляюсь в деструктивной решетке, в Сатурнианской. И, кстати, получается, что интересно... А могу выйти дальше, пройти по сеткам сознанием, сознанием, могу выйти дальше, и там выбрать тот вариант, который я хочу. Тут получается интересно, я тоже заметил, так как я тоже часто выхожу из этого в деструктиву, переретрансформирую в конструктив, и опять-таки, если даже есть деструктив, то я воспринимаю, что это уникальный случай, потому что, может, такого еще не предвидится. Конечно. И получается такая, у меня была такая ситуация, что я стоял в очереди, там в определенное место, передо мной стоял мужчина, и с ним разговаривал администратор, опять-таки, и с ним разговор был на повышенных тонах такой жесткий. Вот, как только мужчина отошел, подошел я, она изменилась в лице, то есть, получается, под тебя тоже идет подстройка, то ли она чувствует, что другая энергия, да, или что? Конечно. Ты своим полем влияешь на пространство, ритмодинамика, у тебя другая энергия, ты гибкий, у тебя другая энергия, ты гибкий. То есть, ей сразу пришел сигнал, что доброжелательно, веди себя сейчас здесь, да? Да. А может быть, она просто и не хотела по-другому, может быть, это ее внутреннее состояние, а может быть, она отреагировала на мужчину, может быть, у него была жесткая энергия, она с ним жестко, волновает, динамика. Согласись? Рабочие инструменты. Да, 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 да. Вот, конечно, конечно. Поэтому даже в пространстве, когда я прихожу, например, в экспедицию, а сейчас экспедиция, вот если раньше экспедиция, это была, ну, как там, вот очень многие привозят, там, контактеров, практики делали, накачали там что-то, сейчас вообще по-другому. Сейчас вот с питерской экспедиции, они сказали, что экспедиция, сейчас вообще по-другому, вы работаете уже не через высшее я даже, вы работаете через монаду, А почему так? А потому что пространство уже перестраивается, уже идёт работа на других уровнях, уже монада сама работает, высшее я само работает. Я своим сознанием выбираю точку, которую мне надо трансформировать. Я приезжаю в какое-то место, в какую-то точку, и я там точно знаю, что достаточно просто того, что я буду стоять и транслировать, определённый уровень энергии. И тогда я прохожу через все сетки пространственные, и тогда я выхожу туда, куда надо. И тогда я меняю там то, что надо. Понимаешь? И не застреваю, что тут некомфортно, тут неудобно, тут вообще мокро, и дождь идёт. И мы сейчас были в Питере, прогнозы по Яндексу, дожди каждый день. Не было дождя ни разу. Я даже не думала об этом. То есть, у меня нет задачи менять погоду или ещё что-то, облачка стирать. Да. У меня есть запрос на том, чтобы я поработала качественно. И тогда пространство юпитерианское создаёт это поле для меня, для того, чтобы я работала. Не потому, что я такая уникальная, а потому, что я просто уже понимаю, как это работает. Я просто создаю намерение. И моё намерение начинает работать. То есть, что происходит? Ещё раз. То есть, я перескакиваю, прохожу сквозь эту сетку. Легко. Но если я испытываю деструктив, и я в этой сетке застреваю, и она начинает, я застряла, я за неё зацепилась, и она начинает качать. И я качаю своим состоянием. И это, как называется, ты находишься в это время под влиянием культуреанской системы, да? Да. Да. А то есть, получается, что? Сейчас, получается, циклы меняются, юпитерианцы приходят на смену сатурнянской, да? Ну, а видишь, как они говорят о том, что люди... Я почему спрашиваю? То есть, через какое-то время вот этот юпитерианцы, они выстроят систему на Земле так, что уже почти каждый человек будет вот в таком состоянии, да? Да. Да, они к этому идут. Это будет созидательной, творческой цивилизации, да? Конечно, конечно. Они к этому идут, они к этому ведут, точнее говоря. Поэтому вот такие сейчас выходят очень активные цивилизации. Тут даже дело не в цивилизациях, да? И святые другие выходят, да? Потому что меняется же, ну, как сказать, есть святые, у которых задача работать на трансформацию энергии. Ну, возьми того же Серафима Саровского. Серафима Саровского огромный, вообще я очень уважительно к нему отношусь. Что делает Серафима Саровского? Серафима Саровского и трансформирует энергию. Тревоги, беспокойство, чувственных полей он трансформирует, выводит её в ноль. Вот ты пришёл в разбалансированном состоянии. Что делает Серафим Саровский? Он эту энергию помогает твоему сознанию, помогает твоим чувственным каркасам выстраивать эту энергию и трансформировать её в баланс. Что такое баланс? Это ноль. Это ноль. В нуле есть всё, и то, и то, да? Куда качнёшь? Ну, понятно. И то же самое, например... Кстати, опять, видишь, это самая волновая физика, потому что, допустим, если у нас вот этот волновой пик, ну я просто как физик уже говорил, амплитуда вверх идёт, амплитуда вниз, когда мы их соединяем, то они полностью поглощают друга и выживается ноль. Конечно, конечно. И задача-то Серафима, она как раз и вывести в ноль, в наблюдателя. Потому что, когда мы внизу, внизу, в нижней амплитуде, мы заваливаемся в состоянии жертвы. Когда мы вверху, мы заваливаемся в состоянии спасателя. Нам срочно надо всё спасти. И когда жертва со спасателем соединяется, нет баланса. Нет баланса. В два этих вот... Начинается жертвенность. А жертвенность – это про то, что я куда-то дал энергию и не получил ничего взамен. Это жертва, спасатель и обвинитель. Это вот наш любимый треугольник Карпмана. Есть треугольник Карпмана, нет наблюдателя, нет творца. Это идёт завал опять. Это идёт завал. Поэтому и вот первое, например, когда первый урок начинаю, я начинаю на обучение, я начинаю всегда с этой темы. Потому что не работает по-другому. Не работает. А Серафим Саровский, это у кого он покровительно помогает? Или у всех? Нет, он есть у всех. Он есть у всех. Он есть у всех. Но ты знаешь, я вот что наблюдаю? Я наблюдаю, что очень многие контактёры, они как-то вот избегают святых, они считают, считают, что это неважно, это вообще не нужно. А я считаю, что невозможно перепрыгивать через этапы. Ты знаешь, как ты на лифте поднялся на какой-то этаж и не получаешь базу. И потом очень быстро скатываются. Очень многие контактёры очень быстро скатываются, им не хватает, они застревают. Они застревают. Мне кажется, контакт со святыми, как бы, ну, со святыми, как называешь. Вот, это наоборот. Ну, они как-то так назвали себя, я и автоматом так. Способствует тому, что ты можешь у них программотно проконсультироваться. У них же огромный опыт, они же уже прошли, эволюция огромная. Поэтому мне кажется, это очень круто. Ты знаешь, у нас вот, например, энергию Богородицы очень многие рассчитывают, как энергия просто благости. А ведь это не так. На самом деле, Богородица, это очень много аспектов женской сути, женских, ну, это очень большой спектр. Это вот как вот я, с чего начинала, помнишь, про Творца говорила, да, много аспектов. Да, да, да. Вот у Богородицы всё то же самое. Она может дать успокоение, она может дать благость, она может наполнить, она может исцелить, она может разрушить, она может трансформировать, она может дать взбучку, она может дать там то, она может дать всё, она может наполнить любовью. Но если человек, вообще Богородица – это расширение сердечной чакры, 100%, и приведение в гармонию, приведение в баланс. Плюс ещё есть такой аспект, Богородица управляет ангелами и ангелами-хранителями. Насколько я знаю, она работает не только с земной цивилизацией. Не-не-не, она везде, да. У меня очень часто выходят сейчас славянские боги, гиперборейские. Очень часто выходит Велес, очень часто выходит Перун, очень часто выходит стребок. Очень часто, особенно когда в самолёт сажусь, у меня сразу стребок, там драконы какие-то. Это вот как бы те сущности, которые курировали славянских волков тогда давно, да? Да-да-да. И когда я задавала вопрос, а в чём разница вообще между разными... Это представители энергетических цивилизаций, да? Это энергии, да. Они находятся в шестой-седьмой, шестая-седьмая плотность. Опять же, это про полосочки, да? Деструктивная, конструктивная. Но там немножко по-другому. Там есть некие технические цивилизации, а есть некие творящие цивилизации. Вот есть технические цивилизации. Ну, например, очень много выходит, когда вот контактёр уже активный, да, он уже работает для того, чтобы ему расширить канал, простроить канал. Иногда приходит очень много мелких цивилизаций... Не мелких, но, знаешь, как в доме. Дом построен, нужно провести там, я не знаю... Ну, я понял. Электрику. Да, и конкретный функционал сделать. Сантехнику, да. Это конкретный функционал. Вообще, они приходят, простраивают некую такую платформу, там закрепляют канал. Канал... И, например, вот у меня есть отдельный канал с Высшим Я, отдельный канал со Святыми. Есть отдельный канал с Новыми Архангелами. Есть отдельный канал с цивилизациями. Есть отдельный канал. У меня такая вот прям скрутка каналов. И всё это в един... То есть, у тебя, получается, не только юпитерианские цивилизации? Да, у меня много. У меня и сатурнианские есть тоже. У меня ещё есть даже цивилизации, которых нет. которых вообще в галактике не было у меня есть там совет это которые с других секторов вселенной они еще даже здесь не активированы то есть они пока в наблюдателях стоят и они наблюдают есть у меня такая а ты их отличаешь как по энергиям я их отличаю по энергиям еще у меня есть канал с духами природы еще у меня есть канал с драконовыми драконовые ты имеешь в виду рептилоидные какие-то нет опять же вопрос определения для меня например драконовые очень большие помощники они мне помогают в горах работать в горах это не плотно материальные энергетические драконы они помогают работать с камнями то есть если мне надо в горах найти какой-то камень я призываю драконов у меня прям тело само знаешь как змея такая ну не я змея у меня такая энергия становится я прям между камнями так четко понимаю куда мне надо идти и там лежит какой-нибудь нужный мне камень ну для примера или например в самолете бывает там самолет трясет турбулентность какая-нибудь да я приглашаю драконов и стрибога и самолет выравнивается то есть вот выравнивают еще у меня есть совет душ еще у меня есть совет душ и очень часто когда я делаю практики какие-то то они выходят это уже из духовных мерностей да да но это уже вот прям туда еще у меня есть куратор основной один из основных кураторов сейчас их уже четыре но есть такая такая структура она называется звездные врата вот то с чего я начинала что вот их аспекты творца это определенная структура ну как кольцо так их назовем и они находятся над архитектором творец архитектор и между ними вот кольцо вот этих вот копий творца ну так я называю копии творца это разные аспекты творца разные аспекты создателя у них у каждого своя задача и они не разговаривают со мной через галактические в основном это мысли формы это мысли пакеты они мне передают определенные знания ну ну фактически это копия творца да и когда я спрашивала почему они у меня они мне сказали что у меня одно из воплощений вот сейчас вот в экспедиции тоже это подтвердилось у меня одно из воплощений творец то есть я была когда-то в этой системе и в одной из галактик я создавала некую галактику свою и сейчас мне нужно вспомнить эти знания и здесь их в 4D поле уже реализовать я вообще не представляю как я это буду делать что это вообще такое пока темный лес для меня но вот так сейчас у меня девочка открылась у девочки открылся голосовой в экспедиции и очень чисто она передавала и она сказала вот эту мне информацию но у меня я знала об этом и в принципе здесь для меня нет никакого ничего нового но это дело еще большого будущего это еще когда-то я кстати тоже получал информацию что это самое я был в цивилизации очень давно когда зарождалась плотно материальная вселенная в энергетической цивилизации которая занималась созданием галактик они там по математическим формулам ну как бы по своим делам вот-вот-вот-вот-вот вот-вот-вот у меня есть даже ученики которые обладают знаниями управления звуком тут помнишь вот эта тема в славянстве когда строили мегалитические стены на границе гипербореи да и когда переносили огромные глыбы камней звуком резали звуком и вот он обладает такими знаниями но еще вот нужно работать ну это вообще интересное время слушай мы вообще мне кажется настолько безграничные возможности настолько безграничные я когда об этом думаю я думаю сколько мы времени тратим на сопротивление вообще можно же так прекрасно время провести так прекрасно поиграть во все это так прекрасно использовать эти возможности мне очень часто говорят с канала о том что жизнь проживает внутренний ребенок это про что это про то что радоваться жизни и управлять пространством когда ребенок что-то хочет весь мир ему все это несет да вот когда гиперборея строила мегалитические стены свои защитные то у меня есть один из учеников который умеет управлять у него есть навыки эти знания есть в прошлых жизнях он умеет управлять звуком разрезать камни перемещать их звуком все над тем обладает но конечно еще надо сознанием быть готовым к тому чтобы научиться но вообще я хочу сказать вот еще раз повторяю что жизнь проживает внутренний ребенок и то время в котором мы живем удивительнейшее время при котором мы можем все эти знания свои с прошлых жизней все восстановить и воплотить создав новый мир и пока мы сидим в своих ужас я ничего не могу я ничего не умею это про кого-то все фильмы это какие-то фантастические истории а это не про меня но мне все время хочется сказать проснись просто проснись это гораздо больше чем все это Наталья смотри вот еще интересный я тут момент обнаружил что получается вот если мы вернемся в древнеславянские времена волхвы там они тогда получается вот эти циклы смены юпитерианцы и сатурнианцы они же знали получается ночь сварога и там говорится темные цивилизации в это время приходят потом день сварога уже светлые цивилизации ты же знаешь за эту тему да более того если ты посмотришь что пока юпитер управлял да пока ну условно юпитер управлял понятно что никто никуда не уходит просто смена это как шахматная партия сегодня играют черные партию а завтра играют белые и просто просто меняется больше влияние сфера влияния что ли да ну просто приходит другой директор вот есть компания сегодня у нас добрый директор или там конструктивный директор который создает а завтра у нас будет директор который скажет оптимизируем все все неэффективно оптимизируем другие времена там другая тема когда мы играем шахматную партию ведь белые не покидают поле когда черные идут первым первыми точно так же как черные не покидают поле когда идут первыми все для игры нужно идти другие а давай теперь перейдем к вопросам вот конкретик мы поняли кто такие цивилизации я буду спрашивать давай так у меня вопрос такой вот сколько цивилизаций состоит в группе юпитера в группе сатурна давайте сатурня начнем сандарик это около восьми тысяч но на самом деле здесь есть еще переходные базы которые обеспечивают переход формации от сатурнянских к юпитерианским есть наблюдатели и есть сопровождающие есть те которые проходят свой опыт проводя свои программы что такое программа например какой-то ученый может получить может получить какую-нибудь мыслеформу о том что ему надо создать какую-то воду ну например да какой-то состав воды сантарик и этот ученый будет получать мыслеформы в виде идей для того чтобы адаптировать эту воду конкретно к этому периоду и это можно ли сказать что это сатурнянская форма да можно потому как он будет адаптировать только к этому периоду но если он пойдет в этом дальше и будет как например Эйнштейн развиваться дальше он может пойти далеко но для примера возьмите любого физико-теоретика или например физико-практика который зафиксирован в своей идее вот есть у него какое-то открытие и он только в этой идее зафиксирован но можно взять физико-теоретика Чижевского для примера сантарик далеко вперед не смог в деструктивной сатурнянской системе адаптировать почему потому как его сознание сильно впереди он не может применить эту идею в сознании в массовом поле для применительно практических целей понятно сказали а тогда такой вопрос всегда смотри еще раз давай проговорим всегда есть ученые которые жестко зафиксированы они будут определять для примера чтобы было понятно которые будут определяться только в своей задаче они будут смотреть только в точку а есть ученые которые будут смотреть далеко и идти по этому пути тогда вот этот ученый будет работать с сатурнянской а тот который будет шире он будет с юпитерианской он выйдет на юпитерианскую систему понятно то есть одни получаются ученые в любом случае с юпитерианской работают другие с сатурнянской ну давай для примера это с одной стороны это QR-коды это введенные в вашу систему с одной стороны это цифровизация это вашей всей компьютеризации цифровизации это можно ли сказать что это деструктивная да конечно это деструктивная сатурнянская идея но если вы расширитесь в этом то вы значительно можете облегчить себе жизнь но здесь должны быть проговорены это свобода воли плюс еще это свободные определенные процессы должны быть здесь зафиксированы для того чтобы эта система не была системой насилия а была система расширения и тогда это QR-кодирование перейдет в другую систему ну понятно понятно вы можете сказать Альберт Эйнштейн с кем работал с сатурнянками санта-кодирование альберт почему Юпитер приоритет потому как он выводил к системе созидания расширения созидания вопрос такой вы сказали если около 8 тысяч цивилизаций сатурнян там есть такие же как мы плотно материальные или все то есть разные ближние к земле ближние к земле санта-кодирование ну например это ну орион является сатурнянской но есть коды юпитерианских форм давай перейдем вот я спросил вопросы что они ответили в итоге они сказали что есть орион например и орион это тоже это сатурнянская цивилизация но она сейчас находится в переходной базе вы должны понимать что очень многие цивилизации сатурнянского толка будут переходить в юпитерианские для этого им нужно будет пройти определенные этапы развития своего потому что мы еще раз повторяем что коды 4D поля есть только здесь и получить опыт здесь это большая честь так они тоже получают опыт получают да конечно то есть смотри получается так что они сейчас получат опыт 3D поля собрали деструктив потом они перекодируются и останется часть этих цивилизаций в меньшем объеме для того чтобы получать совсем другой опыт конструктивный но потому что нет такого что они будут только деструктивные они же тоже в своем своем опыте они получают смотри цивилизация это та же самая душа правильно она будет получать она сейчас получает деструктивный опыт она потом будет получать конструктивный точно так же как у нас как у человека ну как мы с тобой говорили мы проходим этапы разных плотностей то же самое так а что получается через вот этот сатурнянский конгломерат получается постоянно прогоняют разные цивилизации которые деструктивные то есть если им надо получить опыт сжатия опыт существования в сжатых формах да в ограничениях в ограниченных формах то они будут проходить через вот этот опыт потом они этот опыт набирают монады говорят все отлично все собрано давай-ка пойдем теперь в конструктив эти же цивилизации это же тоже души тоже монады есть эти цивилизации берут и проходят уже по конструктивному пути давайте этот вопрос еще раз повторим просто были проблемы со связью да вот среди этих восьми тысяч примерно там же есть технические цивилизации которые на кораблях летают вот как мы которые имеют форму материальную есть да есть да конечно все виды есть инсектоиды есть показывают какие-то сантакты как кусничков такие сандарик это есть по-вашему похожие на динозавров но это не рептилоидные системы это другая форма сандарик это у вас очень много говорит шаблона шаблона понятно а таких как мы нету вида такого инсектоиды это есть переходные базы это в сатурнянской да вы сейчас сказали инсектоиды 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 все инсектоиды в основе своей будут тонкоматериальные а в сатурнянской это получается сколько процентов вот от 8000 это вот таких цивилизаций которые имеют такие же тела плотные инсектоиды только существовать на определенных планетах сандарик они не получают опыт тогда им нужно через развоплощение выходить в другие формы поэтому сандарик это очень ограниченный спектр да очень интересно я не задумывалась основа это все-таки энергетические цивилизации инсектоиды а вот эти физические которые все-таки присутствуют им нужно полетать на землю или они со своих звездных систем вот это включают сандарик то сейчас с развитием ваших высших я с включением ваших высших я уже нет такой необходимости вы можете замечать что очень многие базы закрываются потому как достаточно открывать проводников и через них через их высшее я это чувствовать это снимать показатели это дотронулся до воды это датчики твои это снимают показания это через высшее я есть очень многие цивилизации имеют договоры с системами монадической разумности на использование ваших тел нет не надо затрачивать столько энергии чтобы здесь снимать самим то есть получается что это некие контрактные базы для работы я же правильно понимаю это же цивилизации из разных мест не только из нашей галактики да но это больше в Юпитере будет а сатурнянцы из наших галактик больше да они ближе здесь в Юпитере разные с разных секторов разные сектора разные спектры ну ты же знаешь про спектральность я не в теме Максим ты тут я понял это разные спектры есть разные системы излучения присутствуют в поле и есть некие цивилизации которые в определенном спектре цветовом сегменте работают они могут рассчитывать определенный сектор только получать опыт только в определенном секторе так это есть цивилизации которые владеют доступом к многоспектральности таких очень мало ты понимаешь о чем они говорят я вообще не в тени ну буду пересматривать и сейчас ну ты мне потом маякни о чем речь вообще для меня новая я же правильно понимаю что есть цивилизации вот допустим как мы плотноматериальные но которые не задействованы ни в сатурьянской ни в юпитерианской они просто на землю прилетают как наблюдатели как исследователи они присматриваются да то есть это как бы не входящие нейтральные да скажем так да сантак это здесь сантак они могут быть в виде наблюдателей это как рефери наблюдая за той или с другой стороной выбирая они могут еще не проживать здесь опыт но у них может быть желание например послать сюда наблюдателей в виде аватаров тогда это будет запросы определенные данные души архитекторам и будут выведены определенные наблюдатели да действительно такие будут появляться у вас в 27 году это будут первые уже дети рождаться этих новых цивилизаций но здесь это будет двойно я вообще что-то новое здесь у новых детей будет двойное сознание они будут обладать конструктивным и деструктивным сознанием у них будут включены два полушария на полный полный аспект у них будет больше включена нити ДНК и они будут более фактически мы уже говорили еще раз повторим пространство готовится для них сейчас пробные дети будут приходить в 27 году то есть это будут те цивилизации которые никогда не воплощали здесь своих наблюдателей интересно первый раз слышу ты знаешь я кстати говоря у меня коллеги недавно передавали чены с кем я общаюсь что уже для 3D поля для тех кто не смог выйти в трансформацию в развитие для них уже открылась другая планета и туда будут их переселить через воплощение через развоплощение те кто не смог выйти в развитие понятно тогда следующий вопрос каковы функции цивилизации группы Сатурна по отношению к человечеству это вот контроль вот этих речей деструктивного это первое это контроль ячеек это даже не контроль а есть еще создание таких ячеек ну например вот например создали телефон это мобильный телефон сантак это развивает это с одной стороны жизнь упрощает а с другой стороны цивилизация Сатурна ставит изучает как вы включаетесь в зависимость это изобретение сатурнянских техногенные с одной стороны оно вам упрощает жизнь с другой стороны вызывает зависимость и влияет на ваше сознание таким образом они изучают весь аспект весь спектр от помощи вам до создания зависимости и тогда в зону их интересов входит весь спектр что это несет понимаешь то есть нет такого что вообще все в зависимости да то есть расширяется расширяется технология и изучается все аспекты как она развивает и как она не развивает я не знаю какое слово подобрать как она подавляет ну давай так то есть они изучают весь спектр получается можно ли так сказать что за последние сто лет которые вот этот резкое техническое развитие на земле это заслуга сатурнянцев или да да это цивилизация Юпитера они больше на творение рассчитаны можно ли сказать то что как бы к душе принадлежит вот эти да это творение я работаю в пространстве я создаю новые миры пишу картины и так далее а сатурнянцы подают идею техногенного да так правильно да то есть фактически можно ли сказать что сатурнянцы это плохо нет это не плохо потому что они создают некую базу техногенную при которой у нас жизни легче становится то есть мы освобождаем свое время для того чтобы заняться собой да какими-то своими процессами ну понятно ну и как бы понятно что есть зависимость к этим приборам конечно но все же имеет и плюс и минус да и они познают этот опыт вот далее там я не знаю смотри появилась например посудомойка да с одной стороны не стоят не стоят хозяйки посуду не моют но с другой стороны расход электричества расход электричества больше ресурсы природные меньше ну понятно как как получить кстати цепную реакцию ядерную при создании ядерной бомбы тоже сатурниансы подогнали ну конечно с одной стороны ядерное топливо смотри с одной стороны электричество да дополнительный источник энергия с другой стороны так себе история то есть такие процессы да это вот как раз да а это для чего такой инструмент подогнали у нас же есть опасность разрушения планеты термоядерной глобальной волны вот это как раз это пришла пора это выходить это в ресурсное состояние это поэтому и это заметьте это вы могли давно уже запустить ядерные бомбы поэтому и сдерживают вас и активно идет внедрение новых сеток сознания сейчас обратите внимание как мир колеблется потому как внедрены в сентябре были новые сетки сознания так это перекодировка шла массового сегмента коллективного бессознательного ну слушай о чем мы говорим да берем того же самого Сахарова изобретателя атомной бомбы но при этом его считают величайшим гуманистом ну просто просто хотелось уточняющий вопрос к системе Юпитера у нас есть информация что есть большие галактические содружества у нас да есть вот и как бы каждое галактическое содружество отвечает за порядок в определенной зоне космоса вот кто-то из них отвечает за солнечную систему поэтому им невыгодно здесь вот они тоже и корабли постоянно здесь курсируют такое имеет место быть конечно если так говорить с этого ракурса рассматривать вопросы все заинтересованные в этой площадке под названием Земля потому как система творения выделила эту планету для того чтобы здесь вы познавали совсем разнообразный опыт во всех аспектах подчеркиваем во всех аспектах во всех сегментах не только вы здесь познаете вы не единственные здесь жители мы еще раз хотим обратить внимание на то что здесь проживает огромное количество не только вас но еще и других существ которые точно так же считают эту планету своей например возьмите духовые системы можно ли сказать что вы здесь проживаете как люди вас большинство нет совсем не так если мы берем духов элементарий в природной среде то их гораздо больше чем всего вашего населения в десятки раз они точно так же считают планету своей все заинтересованы в том чтобы ваша планета была целостной потому как вы меняете жизнь своим неосознанным поведением вы меняете жизнь многих жителей поэтому каждый заинтересован это смотрите шире еще раз хотим повторить возьмите духов природы их в десятки раз больше чем вас вы ведете себя как варвары на планете меняя разрушая все бросая мусор вы нарушаете экосистемы не только планеты но жилища духов смеются конфетку положили думаете все исправили я просто еще получал информацию что есть ряд цивилизаций которые на кораблях летают и земли присутствуют и они значит радиационные разные выбросы вот эти наши они нейтрализуют такое тоже в том числе есть сейчас такие как сейчас они слово говорят радиофикаторы какие-то радиофикаторы они считывают радиационный фон не только ваш но и влияние солнечной системы солнце тоже выдает радиационную систему и больше можно сказать что они восстанавливают озоновый слой не столько радиацию замеряют и очищают сколько выравнивают слой озоновый но вот у нас есть четкая информация что допустим когда у нас Чернобыль взорвался в 86 году там были над ним зависали НЛО и убирали радиацию вы можете очень часто это вы можете видеть над любым объектом радиационные тепловых форм тепловых станций говорят и еще там где есть разломы разломы не обращайте на это внимание но это очень важный фактор разломы земли ваши станции геологические вы имеете ввиду геологические разломы да геологические разломы почему так потому что внутри у вас находится солнце в земле находится солнце и оно взаимодействует с наружным солнцем это происходит определенные химические физические процессы при которых идут мощные выбросы тепловой энергии и мы бы обратили внимание на это особенно после следующего время последующие периоды это будет очень активным фактором но возвращаясь к вопросу на нейтрализацию замеры проводятся замеры но мы еще хотим сказать что ваши радиоотходы радиационные отходы представляют гораздо большую опасность потому как вы закапываете это в землю если он так это что вверху то внизу потому как это отдаёт излучение туда там меняется меняется внутренняя атмосфера и фактически радиоотходы накопленные они оказывают не оказывают еще такое влияние что вы даже не замеряете это сантак это почему же так потому что это влияет на воду которые моря океаны ваши несут радиационные системы ваших отходов вы этот аспект не рассматриваете даже это гораздо больше вреда но мы пока не научились нейтрализовывать эти отходы поэтому вот так вот делается к сожалению это должны понимать что земля содержит не только надводную часть но подводную откуда же океаны берут воду они берут из глубины внутренней земли когда ваши отходы ваши отбросы они перекодируют состояние земли состояние воды мы хотим сказать что Юпитер будет образовывать обучать контактеров своих в ближайшее время будут уже выданы технологии по обеззараживанию земель воды восстановлению структуры через энергобазы через системы определенные и уже очень многие ученые получают такие мыслеформы проводят исследования но наукой не признается но они могли бы совершить большую прорыв а еще такой вопрос тогда с этим связанный Юпитер нам будет помогать выводить вот эти мыслеформы с появлением новых источников энергии не связанных с полезными скопами чтобы нам ничего не сжигать ни газ ни нефть мы хотим вернуться к системе сеток давайте об этом поговорим когда вы своим сознанием цепляетесь за деструктивные сетки вы не даете их вывести из поля то есть это две сетки одна конструктивная вторая деструктивная что нужно сейчас сделать вот эту деструктивную сетку перестать за нее цепляться тогда эта сетка будет выведена в пространство и декодирована и останется конструктивная сетка вы своим сознанием не даете возможности эту сетку вывести поэтому каждая цивилизация через контактеров говорит будьте в состоянии осознанности будьте в состоянии любви осознавайте процессы открывайте свой внутренний мир поэтому когда вы выведете вот эту сетку когда вы перестанете за нее цепляться это перейдет в роль другая сетка но вы имеете когда уже вся цивилизация все человечество перестанет цепляться 30% это будет выведено вообще следующие 5-7 лет выведут еще 30% так а что получается мы можем от всех деструктивных сеток избавиться вот таком только все в наших руках мы же не просто говорим об этом перекодируйте свое сознание это самое важное почему вам открывают высшее я вы думаете что из вас хотят сделать контактеров чтобы с зелеными человечками общаться сознание сердце является основой неважно каким языком вы говорите какой текст вы говорите это важно что вы чувствуете что вы думаете и эта система декодирует деструктивную сетку вы не даете вы не даете ей уйти вы сдерживаете это получается значит вот если мы берем планеты где живут более это вообще для меня это сейчас я понял если мы берем планеты где живут более осознанные духовные инопланетяне существа у них получается уже все это декодировано у них нет таких сеток понятно у них нет программы дуальности хороший плохой у них нет программы деструктивной у них нет программы насилия у них нет программы моё твоё у них нет этого даже цивилизация они говорят я там задаю вопрос например цивилизация какой-то кто-то спрашивает например, да, а вот этот хороший или плохой, они говорят, мы не понимаем вопросов. Ну, понятно. Нет определения такого. У нас сначала определение дать, кто такой хороший, кто плохой. Ну, нет такого определения, у них вообще, в принципе, нет. У каждого есть своя задача, да, они, ну, какую-то задачу, вот это, кстати говоря, проседки сознания, это вот первый раз такое. Не, ну, нам есть чему стремиться тогда после этих годов. Ну, еще раз, они поэтому и торопятся, поэтому так всех и пробуждают, поэтому и открывают, так всех, чтобы система сознания из открытого сердца, я люблю весь мир, я его принимаю. Знаешь, вот когда благодарю и принимаю, я вообще не верю. Почему? Потому что принимать можно только принимать. Да? Ой, у меня сущности, прими их. Ой, нет, они деструктивные. Я только со светом, это вот уже не правильно, благодарю и принимаю, это уже идите в лес сразу, работайте с сознанием. Понятно. Ну, то есть, получается... Да, слушай, ну и у нас беседа с тобой, я прям, меня заинсайтила аж. Да. Так а получается, смотрите, какая логика, если мы в процессе осознания повышения духовности, как цивилизации, да, выхода на Новый Город, выход на СНТАК, это недуховность, это недуховность, это подчеркиваем еще раз, это встать на золотой Путин, это на свой Путин, это я слышу. Ну, я понял, я понял. Программа высшего я, да. Если у нас вся цивилизация выходит, мы декодируем эти деструктивные сетки, таким образом, то у нас больше не будет этих циклов, на СНТАК, это они будут, но в другом, это как это сегменте, они будут совсем по-другому проходить, это деструктивы у вас будет, это 12 процентов. А, ну понятно. Это вот как говорят, что есть развитые планеты, где в их ноосфере там мало-мало вот этих энергий деструктивных, да, практически. Да, да. Я понимаю, да. То есть это прям, надо прям работать. Да, это серьезно. То есть это прям мотивация, я бы сказала. А у меня такой вопрос, он немного, может, наивный, потому что мы сейчас выяснили, что с Сатурном не связано вот это все название. Значит, получается, это не связано с тем, что вот база этих цивилизаций находится на спутниках Сатурна, да, никак не связана. А кто дал эти условные названия? Это Турнианс? Сандарик, это старая история еще. Мне почему-то говорят Геродот. Не знаю, надо почитать, может быть. Мне говорят Геродот. А Сантак, это была, говорит, такая классификация была заведена, это еще, это труды писали, это кто-то в библиотеке, это Александрийская, это были труды такие на эту тему, где было расписано. А, то есть люди того времени дали такое название, и вы так просто перевели сейчас, да, оставили? Я понял. Ну, понятно, теперь наши зрители будут понимать, что непосредственно с Сатурном и Юпитером это никак не связано. Нет, с Сатурном и Юпитером вообще никак, еще раз, да, сатурнянское, это, как бы мы сказали, деструктивное, но это, как мы сегодня выяснили уже в процессе разговора, что это не про деструктивное, это про изучение техногенных форм, на влияние техногенных форм на все структуры, и на сознание, и на сердечные формы, и на, ну, если мы на самом деле, вот так вот я сейчас думаю, если мы действительно посмотрим на свою жизнь, вот так в принципе есть, да, вспомни, детство там тоже самое, да, не было ничего, а сейчас ты вон уже, и как быстро это все внедряется, как быстро это все меняется, и сегодня у тебя один телефон, а еще вспомни, там, 10 лет назад мобильный телефон, это вообще прям другой мобильный телефон, чем сейчас. А посмотри, сейчас телевизоры отходят. Да. А часы сейчас все привязаны к почтам, и так далее. Но и эпитерианцы будут нас выводить больше в это, в духовное развитие, нежели в техногенное, да, как бы получается? Да, не в техногенное. Ну, я так понимаю, что техногенные формы все равно останутся, и какая-то часть техногенных форм будет, но она будет тоже трансформироваться, но вперед выйдет духовная, созидательная часть. Просто мне сказали, мы как-то разговаривали с одной цивилизацией, условно, там, названия меднокожие были, вот, ну, так из контактеров глаза. Ну, нормально, а что, так тоже вполне, я вообще все допускаю. Да, и они сказали, что, не знаю, согласитесь ли вы с этим, они сказали, что так как у нас будет вот это созидательное время, то много людей научатся, в принципе, перемещаться в пространстве своими фантомами, там, духовными структурами. А кто там не научится, кто-то может создать летающую тарелку и также перемещаться физически. Такое тоже может быть, да? Ну, ты знаешь, я уже тебе хочу сказать, что я уже активно работаю с телепатией. Не в том понимании, как это принято, но элементы телепатии очень активные сейчас. И в экспедициях это прямо очень чувствуется. То есть я работаю, например, контактеры стоят, да, другие коллеги мои, мы очень часто с коллегами ездим, стоят коллеги и одновременно нам подают одинаковую информацию. Одновременно мы видим одни и те же картинки, одни и те же образы, одни и те же тексты нам подают. И мы настолько синхронизированы, что мы потом возвращаемся с экспедиции и еще месяц-полтора мы еще на связи. Это очень часто сейчас. Это прямо... То есть уже телепатия работает. Уже телепатия работает. Ну, понятно, да. А у меня вопрос еще вот такой. Если мы берем, допустим, есть какие-то цивилизации, похожие на нас, там, нашей галактики, других галактик, и у них, допустим, тоже такой же примерно уровень развития, войны какие-то ведутся, да, на планете. Есть деструктив. То есть у них тоже, получается, эти сетки стоят. То есть деструктивные, конструктивные. Это каждая планета такая. Если задача такая же, то такие же, да. Понятно. Ну, смотри, давай еще проговорим для зрителей, что это не совсем ставит саммит цивилизации. Это ставит архитектор. Ну, архитектор, да, да, я понял. Это ставит архитекторы по заказу души. Уважаемые зрители и подписчики канала Пациентка Сиопея, меня зовут Максим Броневский, я основатель канала Пациентка Сиопея, и небольшая, но очень важная, напоминалка лично от меня. Если вы еще не подписались на наш канал, то подпишитесь. Также, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк и оставить свой комментарий. Таким образом, YouTube будет продвигать наш канал. Также не забудьте поддерживать канал даром по сердцу, так как это очень важное развитие канала. Все возможные способы для поддержки канала смотрите в описании и закрепленном комментарии под этим видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok